Здарова пацаны, рад приветствовать вас все на втором канале. Сегодня у нас видос посвященный ремонту BMW, а именно стоимости запчастей на старую BMW. Для тех кто не знает, я относительно недавно купил BMW E36 с абсолютно мертвой передней ходовкой. Ну мы к этому заключению пришли после того как посмотрели ее в сервисе, все узлы, все агрегаты, посмотрели, проверили ходовую и приговорили там стойки, опорные подшипники, косточки, саундблоки. Это все нужно менять. И очень много диванных экспертов в комментариях того видео выползло, что содержать такую машину вообще не представляется возможным. Машина очень дорогая, запчасти стоят миллиард долларов, такие деньги себе никто, ну обычный крестьянин позволить не может. Да ты там на одну стойку потратишь больше, чем половину стоимости машины. Короче, очень много комментариев абсолютно левых диванных экспертов, которые никогда не покупали старую иномарку и не пытались ее оживить, привести в чувство. Так что сейчас я заказал стойки, всю ходовку, это все уже приехало, мне вот буквально 10 метров до магазина пройти и забрать свой заказ сейчас нужно. Я сейчас все это заберу, возьму чек и мы с вами вместе посмотрим сколько что стоило и сколько стоит поменять практически полностью переднюю подвеску на BMW E36. Единственное без рычагов. Вот алюминиевые рычаги, да, базару нет, они стоят дорого, если новый, если оригинал. То есть кроме рычагов я сейчас вам все по ценам разложу и вот эти вот, надеюсь, диванные аналитики закроют свой рот и перестанут поливать меня говном, потому что я даун и не разбираюсь в автомобилях. Так что, ребят, сейчас схожу, заберу запчасти и давайте смотреть на их стоимость. Ну что, ребятки, вернулся я с магазина, вот у меня тут пакет запчастей и еще две стойки лежат здесь. Так, сейчас я вам покажу по чеку сколько у меня всего вышло. Сейчас закрою здесь данные, карты и прочего. Вот сколько у меня вышло суммарно. 9 тысяч 80 рублей. Я считаю, это не такие большие деньги, учитывая, что вот в этом чеке практически вся ходовая нашего автотранспорта немецкого. Так, сейчас я чек все-таки возьму, будем идти по позициям, что сколько стоило. Так, у нас здесь, так, сайлент-блоки, сайлент-блоки, вот такие сайлент-блоки передней подвески, БНВ. Фирма Шейд М, Шейд М, это явно, нет, фирма Патрон, во, нормально, Патрон, это будет стрелять. Вот такие сайлент-блоки, Патрон фирма. Они были по 190 рублей за штуку. Они убитые на бэхе, вообще там просто мясо, там уже втулка внутренняя, она вся выработалась, резина порвана, и она стучит друг от друга с железом прям. Вот эти сайлент-блоки обязательная вещь. Далее. В сайлент-блоке балки поперечной устойчивости. Там в бэхе идет как в жигулях, у кого классика, знаете, такая балка спереди, поперечная устойчивость. Вот тут, там тоже ничего не осталось от сайлент-блоков. Вот два сайлент-блока на переднюю ходовку, самые основные, из-за чего у меня сейчас машину. Вот, знаете, едешь прямо, вот как трамвай прямо едешь по рельсам, какой-нибудь камушек, и машину вот так перекидывает, вот так. То есть не просто ее швыряешь с стороны в сторону от ям, ее перекидывает, и стуки такие. Это вино, и у меня уже были жигули, это классическая их проблема, классики. Вот эти два сайлент-блока, сколько они стоили? Так, они стоили, так, они стоили по 150 рублей, три сотки, короче, по 150 рублей стоили. Очень важная вещь, без ее замены можно даже не начинать в ходовку лезть. Далее, что у нас? Опора передней стойки, опорные подшипники. Одна штука, то же самое фирма Патрон, не знаю, что за фирма, конечно, но вроде должно быть нормально. На век этой машины, учитывая, что она больше пары лет, я думаю, не отъездит, она сгиньет все. На век этого автомобиля этого хватит. Стойки, ой, опорные подшипники, я сейчас достану их, стоили по 1180 рублей за штуку. Вот он, опорный подшипник. Ставится он сверху, и стойка в него вставляется, пружина и закручивается. Он нужен для мягкости, плавности хода автомобиля, проглатывания ям, чтобы ничего не стучало, и никаких стуков, посторонних скрежетов не было, когда вы преодолеваете тот же лежачий полицейский какой-нибудь. Их у меня две штуки. Вот они, два опорных. Там второй вроде целый, мы посмотрели, он не стучит. Но, ребята, это вот такая, можно сказать, гайда для тех, кто в ходовку лезет, каких-нибудь намарок, либо вообще девяток, четырок. Если у вас один опорный уже умер, то меняются они парно. Потому что если вы поменяете на одной стороне опорный, на второй оставите все как есть, то второй быстро выработается. Все, у него ресурсы так уже был на подходе. И у вас одна сторона, получается, будет мягко, плавно работать и ездить, а вторая будет трещать, пердеть и стучать, и вы, по сути, не заметите никакой разницы. Меняются они парно, обязательно. Запомните, два опорных. И вот этим диванным экспертам хочу ответить, что я брал себе на четырку, у меня была четырка, кто помнит, кто давно мой канал смотрит. Кстати, про нее видосы были. Я сейчас по аннотации выставлю видосы, можете посмотреть про мою четырку бывшую. Я туда брал оригинальные запчасти Lada Detail. Я такой человек, я люблю брать нормально запчасти, сразу менять все, чтобы не лазить туда по сто раз. То есть, если залезли в ходовую один раз, поменяли сразу все. Не по одной косточке в год, а то есть такие люди, которые пять раз платят за ремонт и меняют там то, что можно было поменять разом и не изморачиваться больше. Короче, я брал опорные по 1200 оригинальные. Lada Detail так и называется. И стойки я брал по 2850 за штуку. Газомасленная оригинальная стойка ВАЗ. Здесь опорники стоят так же, как на четырку, как на девятку, как на тазик оригинальный. Лол. Оригинальные опорники на четырку стоят так же, как на Бэху Е36. Дальше. Дальше были куплены яички, яйца. Мои, конечно, меньше. Я уже сравнил, пока там забирал заказ. Я хотел с продавцом ругаться, потому что у меня яйца меньше. А потом я вспомнил, что это не для меня яйца, а для BMW. И у BMW, в принципе, она мужская машина. У нее яйца должны быть побольше, чем у меня. Вот такие яйца, как девятки, как четырки, то же самое. Есть такие яички. Вот такие. Они тоже стоили как на жигу, как на девятку. Так. По 360 рублей, короче, штука. 720 рублей две штуки. Вот. Все. На этом у меня в пакете все кончилось. Видите, ребят, все запчасти копеечные реально стоят как на четырку. Я не знаю, если вы никогда не смотрели, даже не открывали интернет, гугл, сколько стоят запчасти на ту же, на какой-нибудь Мерседес старый, на BMW старый, то зачем вы пишете такую ересь, что этот, блин, миллионы там долларов. Вот все, все чеки, все. Все стоит недорого. Для крестьян доступно. Вы думаете, как молодежь на этих E36 ездит, ремонтирует же как-то, с голоду не померли, на шраках не сидят. И вот стойки, ребята, тоже патрон стойка. Надеюсь, она не выстрелит у меня через неделю эксплуатации. Сейчас я достану, покажу вам стойки новые. Вот новые стойки. То же самое, стойка там пробита одна правая. Но меняются они парно, ребят. Это такой гайд для начинающих автовладельцев. Если вам кто-то рассказывает, что можно заменить одну стойку и ездить дальше, шлите нахер. Никто так не делает. Стойки, как и опорники, как и резинки, меняются с двух сторон. Вот она. Открывать не буду. Тут давление. Ну, если я сейчас открою, она как бутылка шампанского. У меня в крышу выстрелит стойка. Тоже стойкий патрон. Здесь зачем-то саморез вварен. Вот что это за херня, ребята, напишите. На кой черт у меня в носу саморез? О, смотрите, я могу носом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Бред, ладно. Зачем тут саморез вварен? Просто расскажите, бред какой-то. Вот такая стойка. Этим саморезом можно убить при желании, если его в голову воткнуть кому-нибудь. Похоже на базуку. Вот так. Я иду на митинг Навального. Вот так. Со стойкой. Меня сразу задержат, как террориста. А я скажу, я просто нес для BMW запчасти. Что в этом такого? У меня BMW старая. Короче, две вот таких стоечки, ребятки. Вот такие по 2,660. Я даже покажу вам коробку. Вот цена 2,660. Так что все, кто мне писал, что я на одной ходовке разорюсь и останусь без штанов. Вот, пожалуйста. Все кроме рычагов куплено, потому что рычаги мы посмотрели. Они еще в нормальном состоянии. Шаровые тоже в нормальном состоянии. Люфтов там нет никаких на шаровых. Ничего такого нет. Жить можно, жить будет, ребят. Ну вот, поеду сейчас в сервис, посмотрю, что там с BMW. Правда, время уже 7 вечера, половина седьмого. Думаю, ничего хорошего. Меня там никто уже не ждет. Но хотя бы запчасти завезу, что если они покрасили все, чтобы они уже начинали заниматься ходовкой. Если там кто-нибудь есть, покажу вам, как сейчас выглядит BMW. Потому что сейчас по ней ведутся кузовные работы. И скоро она должна сиять и быть без единой ржавчинки, без единой гнили. Поехали! Вот так сейчас жопа выглядит. Нормально. Гнили нету. Все? Нету. Нет, вот здесь уже шкурил, когда одешь поклевку, там чисто. И тут вот арка новая. Здесь уже щетка будет проходить, как всегда. Все как новая. Ну, почти. Вот это вот. Осталась дырка. Нет, я там по-другому хочу ничего сделать. Поэтому не с тобой говорить. Ага. Я там по-другому. Я там другую ставочку сделаю, все, да, прям до сюда. И я вам вот эту, все, эту хуйню. Потому что весь здесь не на ощупь тебе сделать. А если здесь чем-то подрезать или... А здесь ставку делаю. И лучше сел, и ватнуть ее, и все. Не вот, главное, я там все. Здесь все нормально, да. Здесь разрезы, если я здесь точек поставил, упаковал, все. То есть здесь уже идем дальше. Да я вижу, да, нормально. Здесь она проварена. А здесь дальше еще проварю ее. Я не хочу варить, потому что ее надо будет вот сюда еще подтягивать вот так вот. Ага. Здесь подбивать и здесь приваривать, чтобы она ровная шла. Ты понял, да, для чего? А внутренняя там она целая. Там я ставочку-то запиздячил там. Потом колесо сниму, я оттуда просто пройду герметиком. И сверху уже пройду этим гудроном. Легче их забудет. Нет, почему они гниют, потому что здесь защиты нет. А было вот так. Не, ну это да. Чуть-чуть. Нет, да, такая же самая хуйня. Поэтому эту вставку буду... Это герметик, что ли? Это герметик, что остался. Герметик я тебе показывал. Видел, как я с вами ебанулся просто. Я взял, вытащил, герметик кусок такой. То есть я убираюсь, а потом же сюда вставку делаешь. Здесь вырезаешь, вставочку внутри. Думаю, уже старушки. Это пойдет. Здесь, слава богу, вот это живое. Вот это, я больше всего забоялся. Но здесь он двойной лист идет. Сюда двойной идет. Поэтому он толстый, он не злой. Он как саловик идет, потому что там же что-то подъемник все это делает. Поднимаешь когда машину. Но мотор хорошо работает. Сарина холодная завели. Нормально. Я тоже аккумулятор салову сполотой кращу. Аккумулятор он мне кинул. Значит, чувак, который продавал аккумулятор. Хороший, никто не отдает. Я с твоей отдал нормальный, хороший. Что, загнать ее туда? Давай, давай, загоняй. Она же прогрела. Я вот видите, встал. Говорит, не более одной минуты, пожалуйста, можно ее. Не то, что там по пять минут. Да она все вон уже. Она уже набрала, видишь. Смотри, она стронулась с нуля. Вот. А, да, вижу. Да все, пожалуйста. Вот такие дела, ребят. Сейчас работа идет полным ходом над машиной, короче, пацаны. Занимаются лучшие умы гаражных сервисов, гаражных, кооперативных сервисов, ребят. То есть можно не переживать за качество работы. Оно будет на низшем уровне. Вот. Сейчас отдал запчасти. Завтра будут ходовку смотреть. Маляр пока занят, видите. У него там три машины стоят в ремонте. Он пока не может этим заняться. Еще. Все, давай, машина. Нексию я на учет переставил. Вон какие номера. 906. Вот это нормально. Она у меня турбовая, кстати. Нексия турбо стала. Я мотор свапнул на 2,8. Турбо. Вот такой теперь стоит. 2,8 турбо. На учет встала нормально. Ну что, друзья, это пока что конец истории с BMW. Но я имею ввиду на данный момент времени. Видите, сейчас будут ходовкой заниматься. Как человек закончит другие машины. Будут варить. Ну, доваривать вторую арку. Все это уже шпаклевать. И приводить в нормальный вид. В нормальное состояние. Так что BMW будет жить. Только аккумулятор умер. Сейчас заводится только с прикурки. Аккумулятор сдох сразу. Вот один день она здесь постояла без езды. И аккумулятор в ноль высадился. Сигналка перестала работать. Ну, это ладно. Я думаю, она перестала работать из-за аккумулятора. Потому что он в ноль. Там даже лампочки на панели, когда включаешь зажигание. Там даже лампочки не загорались. Я сейчас пришел. Там, значит, вольты 10, наверное. 9 в бортовой сети. Надо смотреть, что да как. Разбираться. Ну, если что, аккумулятор новый. По программе утилизации у нас 700-800 рублей. Скидон на новый аккумулятор. И самый дешевый какой-нибудь медведь. Там русские аккумуляторы. Они по 3600 стоят. По 3400. То есть еще 700-800 рублей скидка за 60 амперный. Ну, за 2,5 я думаю, можно аккумулятор новый взять. На BMW это уж тем более. Это грех. Грех не купить. Вот, ребят. Так что, по деньгам. Давайте. На ходовку мне сказали замена пятак. Всего вот этого. Что мы сегодня с вами рассматривали. Стойки, опорные, косточки. Все остальное 5000. Ну, может дешевле, если геморроя не будет. Если все будет хорошо откручиваться. То вообще 4 рубля. Если он за пару часов сделает. Вот. И покраска всего. Грунт, варка, сварка 15 тысяч. С покраской и с полировкой этих мест. Ну, вот этих арок, багажник и все остальное. То есть, как я и предполагал. В первой серии я сказал, что по вложениям где-то 30-35 тысяч. Это срочные вложения, которые нужно сделать буквально в ближайший месяц. И вот, я начал ими заниматься. Спасибо вам большое за поддержку канала. За поддержку меня лично. И за то, что вы донатите на вот такие вот мои, как это назвать, нецелевые расходы, наверное. Ну, вам будет интересно посмотреть, что получится в итоге. Из такой дешевой бэхи, которая была куплена, считайте, за 100 тысяч. Вот пока что на сегодняшний день это все, что я вам хотел сказать, рассказать и показать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, ребят. Не забывайте, на 100 тысяч подписчиков на этом канале я буду искать Жигули. Тысяч за 30, за 25. И доводить их до ума. Точно так же, как эту бэху и все остальное. И будем разыгрывать на канале. На этом. Так что, ребят, подписывайтесь. Если еще не подписаны, на 100 тысяч разыграем какую-нибудь... Может и не отечественную. Если какая-нибудь Nexia вот такая же попадется за 25. Я, конечно, возьму Nexia. Лучше уж с гуром ездить, с кондиционером. Чем на Жиге без всего. Так что, подписочку не забывайте оформить. Поставьте лайк и напишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем хорошего вечера. Всем пока.